привет друзья с вами снова джимлав и это 15 урок по быстрому созданию сайт смотрите наши уроки подходят концу потому что это краткий базовый курс сейчас мы коснемся виджетов итак наводим на внешний вид и нажимаем виджеты смотрите все виджеты разделены по секциям есть правый сайт бар сюда добавляем виджеты есть левый сайт бар сюда можем добавлять виджеты есть сайт бар заголовку то есть это еще выше нашей картинки то есть вот наш сайт сейчас открою давайте здесь допустим это еще вы здесь еще выше будет виджет можно сюда любой виджет расположить либо текст либо что-то еще либо слайдер еще вверху можем расположить далее что еще есть верхний сайт бар бизнес эта настройка главная страница сайт бар средний слева это те же самые настройки сайт бар справа на странице вот сайт бар снизу на странице бизнес эти пока что вам не нужно будет да пока что вникать это если вы хотите можно вникнуть позже сначала вам главное разобраться с простыми вещами с простыми вещами это правый сайт бар слева и сайт бар верхний да и так далее также подвал это не с сайта то есть не сайт тоже можно настраивать вот и также но допустим что еще там их 33 подвала до сайт бар подвал 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 то есть четыре отделения футера то есть четыре отделения с низа и судьба на странице контактов и так как работают все виджеты смотрите допустим мы хотим что-то подобразите в левом сайт баре мы сюда добавляем виджет если в правом сайт баре добавляем виджет вправе виджеты бывают разные есть архивы это архивы записи есть календарик есть метами то это различные контакты облака поиск то есть человек будет бывать в поиск нажимать поиска будет выдавать результаты вам какие есть записи свежие свежие комментарии произвольное меню и так далее страницы текст и так далее ну например я выберу текст я хочу этот текст добавить в подвал до сайт бар я покажу напишу заголовок здесь пишу что-то здесь сюда можно как картинку ставить так и что-то другое как это делается я вам сейчас кратко продемонстрирую допустим что-то написали нажимали сохранить теперь возвращаемся на главную страницу нажимаем обновить так сейчас на минуту сохранить обновить допустим блок новостей откроем откроем любую запись она понятна почему это отображается все правильно она не должна сейчас отображаться так ладно это сейчас удаляем в общем смотрите идея просто если вы хотите отображать влево в правом сайт баре до или в подвалах то просто добавляйте виджеты сюда например я хочу отобразить поиск допустим сайт бар заголовка вот сюда я его добавил нажал сохранить вышел сюда нажал обновить то есть видите вверху появился у нас поисковая штучка строка то есть это виджеты допустим записи свежие записи то же самое так возвращаемся виджеты давайте добавим еще в левый сайт бар за свежие записи видеть свежие записи нажимаю на него тяну перетаскиваю в левый сайт бар ну пускай он будет у нас сверху рубрик не внизу а сверху то сюда показываем здесь сколько чтобы записи отображалась ну допустим 100 записи можно отображать дату записи поставим галочку можно писать голову заголовок допустим новые записи и так нажимаем сохранить теперь возвращаемся сюда обновляем страницу видите у нас появился виджет новой записи где тут различные записи с даты и так далее то есть все очень просто самом деле давайте нажимаем блок новостей вот наш блог наш записи наши рубрики так далее можно добавить виджет страницы и так далее смотрите это простой базовый курс тут вы поняли что вся остальная работа идет уже за вами то есть наполнение контентом и так далее сейчас мы сделаем следующее я вам показал как работать с виджетами а сейчас я покажу как создавать меню и так наводим сюда нажимаем меню нажимаем меню меню создается всегда из-за страниц можно создать ее из записи произвольных ссылкой и рубрик сначала нужно создать само меню нажимаем создать новое меню потом сюда пишем название меню допустим главное меню пускай будет так нажимаем создать далее смотрите выбираем какие страницы будут у нас меню я выбираю главное и на выбирать страницы блок у нас больше стране здесь нету нажимаю добавить и вот у нас эти страницы теперь меню теперь я выбираю где не будет там вражаться я выбираю что они будут ображаться в премиальном меню и футере футере это значит внизу и нажимаю сохранить итак смотрите теперь возвращаемся сайт и смотрим вот наше меню главное блок новостей если мы хотим сюда добавить еще какую-то страницу да мы сначала создаем страницу создаем страницу и теперь пишем допустим покрышка пускай будет так и что же здесь пишем для примера далее далее мы просто нажимаем опубликовать далее входим внешний вид нажимаем меню и вот у нас обновилась появилась страница покрышка нажимаем сюда нажимаем добавить и вот она у нас здесь смотрите нажимаю сохранить показываю сюда тратит посмотрим страницу перейдем на главную ведь теперь появилась покрышка также можно менять их разными местами то есть вот здесь просто нажимая перетаскиваем можем их менять но это и так понятно какая будет первая вторая давайте еще сделаем подменю как делается подменю подменю допустим мы хотим чтобы у нас было главное а под ней было блок новостей значит нам нужно это сдвинуть просто вправо тогда это будет дочерний элемент главного вот этой штучки желаем сохранить и теперь возвращаем сюда обновляем страницу видите блок новостей пропала куда она пропала она стала дочерней вот этой страничке главной когда мы на нее наводим у нас появляется блок новостей то есть можно сделать несколько так покрышка допустим сохранить до несколько обновляем то есть 1 стр и видите несколько таких подменю да можно же переключаться можно еще сделать по-другому можно вот так сдвинуть то есть это будет это и главное это будет этой нажимаю сохранить возвращаясь сюда дальше сюда видите блок новостей когда навожу сюда тут еще появляется еще дополнительно вот и таким образом все это легко очень просто делается дальше вам уже нужно просто экспериментировать нажимаем сохранить теперь что я вам еще не показала смотрите нажму на настроить и пройдусь и по этим пунктам и так цвет сайт статическое главной странице дизайн заголовок слайдер слайдер смотрите слайда как активирует слайда просто нажимаем слайдер оставим галочку идут потому же вам сохранить далее нажимаем назад и здесь выбираем отображать слайдер и в постах на страницах или нет то есть если мы поставим галочку слайдера не везде будет отображаться и так теперь загрузка слайдер то есть здесь 5 картинок можем поставить заметьте это не тот слайдер который мы устанавливали плагин это слайдер который автоматически здесь уже был вот а слайдер который мы поставили загрузили до плагин сейчас покажу его вот мета слайдер это совсем другой слайдер это слайдер для того чтобы добавлять картинки в виджеты то есть тут все очень просто нажимаете плюсик добавить и нажимаете добавить слайд выбирайте картинку одну то добавить допустим давай другую картинку вот и нажимаете допустим название какое-то там пишите этому слайду эти эти слайды они вставляются виджеты это видит слайд вот чтобы вы не путали он вставляется виджеты давайте я уж отвлекся давайте покажу нажимаю виджеты ура давайте в левый сайт бар мы уже начали в левый вот есть видит мета слайдер перетаскиваю левый сайт бар да поставим давайте его в самом низу вот и на можно назвать заголовок пускай будет ммм нажать сохранить возвращаясь сюда посмотрим нажму на блок новостей на же левый слайд бар только отображается когда блок новостей есть и мы здесь видим слайдер видите он также много как настраивается много настроек там очень просто и легко уже разберетесь и так теперь что мы делаем делаем мы следующее я вам покажу как работает этот слайдер это слайдер все то же самое нужно просто написать заголовок слайдера описание в принципе добавить изображение то есть допустим выбираем изображение выбирают изображение нажимаю выбрать вот видите слайдер будет отображаться вот здесь вот видите какая большая картинка но это потому что сама картинка огромная если мы загрузим другое изображение допустим вот это то наш слайдер будет вот он кнопку подробнее и он будет мелькать просто видите это получать слайдер под заголовком то есть и дополнительный слайдер если хотите вы можете его использовать нажимаете сохранить можно здесь допустим написать как видите здесь уже появляется текст описание что-то тоже пишем здесь появляется текст далее здесь есть кнопочка потому что слайдер будет меняться картинки выше будете первый добавлять второй третий можно придумать название кнопки и поставить ссылку на эту кнопку то есть когда человек нажмет на эту кнопку он попадет попадет на определенную страницу и все так это сейчас удаляем уходим от также второй слайдер вторая картинка 3 4 5 и так далее то есть все таким вот образом работает далее что еще я вам должен показать допустим дизайн цветовая схема сейчас у нас цветовая схема зеленая вот зеленые кнопочки зеленые отображается текст когда мы наводим когда текст является ссылкой он отображается зеленым также можно выбраться и допустим выбираем синий все будет отображаться синим до кнопка синим и так далее ну то есть все будет так там рожать далее цветовая схема это можно выбрать черный можно выбрать белый то есть все на ваше усмотрение и так на этом мы закончим это видео а в следующем видео мы коснемся обзора обзора именно панели управления и как с ней работать а на этом все с вами будет желав анатолий быков пока